У остановки Юбилейная неожиданная поломка автомобиля обернулась аварией и, как следствие, травмами пассажира одной из попавших в ДТП машин. Голову травмировала девушка, сидевшая в Мазди Демио. Она не была пристегнута ремнем безопасности. Пострадавшую осмотрели врачи скорой помощи, но ехать в больницу пациентка отказалась. В хэтчбеке она была вместе со своим возлюбленным, который сидел за рулем иномарки. Оппонентом молодого шофера стал водитель Ниссан-Премьеры. Оба автомобилиста ехали со стороны индустриального района к восточному шоссе. Шофер Ниссана говорил, что за секунды до аварии он вынужден был остановиться. Машина из строя вышла, радиатор закипел. Я остановился, включил аварийку. Переживал, что ситуация такая. Ну все вроде объезжали потихонечку, а мальчишка вот этот, видно, не заметил. Летел. Ну вот так. А знак аварийный выставляли? Нет, знак аварийный не выставил, потому что я только остановился. Не успели? Не успел. Мазда ехала следом за Ниссаном. Водитель Демио затормозить перед внезапно остановившимся Ниссаном не смог. По мнению молодого человека, предугадать такой исход было никак нельзя. Он должен был хотя бы знак поставить. Знак, говорит, не успел выставить. Ну вот. А он ехал, если он знал, что у него поломка в машине, почему по второму ряду едет? Он должен был по первому ряду ехать, если у него машина неисправная. А он ехал по тому ряду, где машины обгоняют. А он сказал, что это была неожиданность для него. Ну это для него неожиданность. Для этого хабаровчанина ДТП стало одной большой проблемой. Досадным было то, что в аварию автомобилист с 9-летним стажем попал на иномарки, купленные накануне за 100 тысяч рублей. Мужчина как раз направлялся в ГИБДД, чтобы поставить Мазду на учет. Расстраивало и то, что шансы стать виновником столкновения крайне велики. Как правило, полицейские признают неправым того, кто не успел затормозить. А значит, неверно выбрал скорость и дистанцию. С места происшествия Анастасия Кузьмина, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук.